Всем привет! Это канал Яркого Автомаркета, меня зовут Илья, и сегодня мы поговорим про сервис. Не тот сервис, который вы получаете каждый день во всех наших магазинах, а именно про сервис-центр. Дело в том, что поход в сервисный центр мы воспринимаем как нечто ужасное, что-то необходимое, когда что-то вот уже сломалось, и надо идти чинить. И больше в сервисные центры мы не ходим, мы их боимся. И на самом-то деле это не совсем правильно. Дело в том, что в сервисных центрах есть много хороших услуг, которые в принципе вам необходимы, ну не то чтобы каждый день, но периодически делать бы следовало. И поэтому сегодня мы поговорим про именно те варианты посещения сервисных центров, которые действительно вам нужны. Ну если не каждый день, то хотя бы там раз в годик бы зайти. Но в первую очередь мы хотим вообще поговорить про сервис-центр и что это такое. Дело в том, что сервисный центр это то место, где чинят ваше оборудование. И поэтому очень важно, какой это сервисный центр. Никакой конкретно в данном конкретном случае, но мы будем разбирать сервисные центры на примере нашего сервисного центра PhotoOne. Самое главное, чтобы ваш сервисный центр был авторизованным. Что это значит и где можно найти эту информацию. Давайте начнем со второго. Заходите на официальный сайт вашей фотокамеры. Допустим, это Nikon. В нашем случае заходим на сайт Nikon.ru, заходим во вкладку сервисные центры и видим адреса. Вот те адреса, которые вы увидите в вашем городе, являются авторизованными. Почему важно посещать именно авторизованный сервис-центр? Во-первых, потому что там работают квалифицированные специалисты. Эти специалисты постоянно сдают эти стации и в их компетентности можно быть уверенным. Во-вторых, эти сервисные центры имеют необходимое авторизированное производителем фотокамеры оборудование. Без этого оборудования сделать хороший ремонт или хорошую настройку, может быть, не невозможно, но очень сложно. Но если, допустим, вы пошли в какой-то другой сервис-центр, мало ли, это не значит, что только авторизированные сервисные центры могут починить вам камеру. Нет, может быть, наверное, могут и другие. Возможно, тоже неплохо. Тут мы сказать не можем. Но, если вы починили один раз вашу камеру Nikon в каком-то неофициальном сервисном центре, а потом пришли в авторизованный сервисный центр, то авторизованный сервисный центр сможет установить, что у вас был какой-то ремонт вашей камеры, который не был произведен в авторизованном сервисном центре. А единая база ремонта есть у всех авторизованных сервисных центров. И тогда, возможно, ваша камера будет снята с гарантией, даже если новая поломка никак не связана со старой поломкой. Поэтому камера вещь достаточно нежная и часто достаточно дорогая Поэтому если у вас возникают какие-то вопросы с точки зрения сервиса Обращайтесь исключительно в авторизованный сервисный центр Это очень важно Ну а теперь что же вы можете сделать в этом авторизованном сервисном центре Для того, чтобы вашей камере было хорошо Давайте мы разберем три группы действий, которые можно сделать Первое это чистка Второе это юстировка И третье это ремонт То есть тот ремонт, который может быть вам необходим Обо всем по порядку Чистка Ну понятно, в первую очередь мы говорим о чистке матрицы Зачем нужна чистка матрицы? Если вы снимаете какие-то объекты, да, все что угодно Если вы снимаете, вы можете видеть иногда на ваших изображениях такие черные точки Они более явно проявляются, если диафрагма зажата Или если вы снимаете зажатые диафрагмы, например, небо Ну то есть какой-то однотонный объект И вы увидите черные такие точечки Черные точечки это, скорее всего, пыль на матрице Да, сейчас практически у каждой камеры есть средство, которое позволяет избавляться от пыли Обычно это дрезвуковым мотором матрица сбрасывает лишнюю пыль Но все-таки какая-то пыль прилипает Да, сейчас вы можете в наших же магазинах купить средства по очистке матрицы в том числе Но рекомендуется все-таки иметь некий опыт, да, и не бояться этого делать Потому что вначале, когда вы откроете вашу дорогущую камеру и возьмете какую-нибудь кисточку Рука ваша, бьюсь об заклад, будет дрожать и будет страшно Если вы не уверены в своих силах, лучше не чистить матрицы самостоятельно, а лучше отнести это специалистам По времени это занимает несколько часов, можно подождать, попивая кофе Но вы точно будете знать, что с вашей камерой будет все хорошо И не так уж и дорого это стоит, как несколько чашек кофе примерно Это во-первых Во-вторых, можно почистить так называемое, если у вас зеркальная камера, так называемое матовое стекло То есть это то стекло, которое вы видите, когда смотрите видоискатель На нем проецируется изображение Вот если пыль попала туда, вы будете видеть вот эти самые черные точки уже не на картинке, а просто видоискатели И если матрицу худо-бедно вы сами можете почистить, если у вас есть опыт, это в принципе не так уж и сложно А вот почистить матовое стекло это очень тяжело Вы выдуваете одну пылинку, залетают 5 пылинок, пытаетесь выдуть эти 5 пылинок, залетают 10 пылинок В общем это целая история, мне кажется проще купить новое матовое стекло, оно кстати не очень дорогое И поставить его, чем заниматься чисткой старого Вот чтобы вот этим всем не заморачиваться, это реально тяжело То лучше обратиться опять же в сервисный центр, там вам помогут Конечно, если нужно почистить объектив или вообще всю камеру в целом Иногда для этого ее даже надо разбирать То тут естественно нужно обращаться в сервисный центр Но любые действия, они все-таки, скажем так, нужны по необходимости То есть существует такое понятие, как ежегодная профилактика Где вы можете просто прийти, сдать камеру, чтобы в целом ее привели в нормальный вид В целом почистили, в целом что-то на нее посмотрели, продиагностировали Это все замечательно, но лучше что-то делать в первую очередь, когда вы с чем-то конкретно сталкиваетесь Есть черные точки, идите их чистить Это все просто Второй момент, это юстировка Что такое юстировка? Это, грубо говоря, процесс подгонения вашего объектива к вашей камере Да, сейчас появилось множество беззеркальных камер Там вопрос юстировки в принципе отпадает Потому что в большинстве случаев камера попадает всегда куда нужно По неким техническим причинам, не будем сейчас их касаться В зеркальных камерах проблема back или front focus, так называемого То есть когда вы целитесь в нос, а попадаете в ухо или попадаете в лоб Оно достаточно частое Сейчас многие камеры имеют возможность доводки вот этого самого фокуса То есть внутренней юстировки внутри камеры Но оно не всегда точное и на зумах практически не работает И тут вам, конечно же, нужно идти в сервисный центр В сервисном центре есть специальное оборудование для юстировки Там вы дома, грубо говоря, такое оборудование даже физически не сможете установить Оно просто занимает достаточно много места Там очень хитрая, сложная технология И именно вот этого самого оборудования в не сертифицированных сервисных центрах Извините за технологию, его просто нет Поэтому здесь, если у вас нужна юстировка, просто берите вашу камеру, берите ваш объектив Приходите на юстировку Конечно, какое-то время придется подождать Ну, кстати, это тоже не очень долгое Но тогда вы будете абсолютно уверены, что стреляя в глаз, вы попадете в глаз Если у вас светосильная оптика, это очень важно Юстировка, кстати, это, наверное, самое частое обращение с точки зрения посещения сервисного центра Если у вас зеркальная камера То есть чистка реже, наверное, нужна даже А вот юстировка, она нужна, наверное, практически под каждый объектив У нас были забавные моменты, когда люди покупали... Ну, это были в основном профессиональные фотографы То есть приходит профессиональный фотограф, купает камеру, три объектива И мы ему говорим, давайте посмотрим, что все нормально Он говорит, не надо ничего смотреть, я просто беру все эти объективы новые С новой даже камерой или со старой камерой, неважно Просто он это все берет вот так в охапку, несет в сервисный центр Ставит на стол сервисного центра, сервисный центр юстирует Не зря это все происходит, именно для того, чтобы ваши снимки всегда были резкими Ну и третий момент, ремонт Что это значит? То есть ремонт, который может быть необходим, но который может вам быть не то чтобы сильно нужным Например, есть такое понятие, битые горячие пиксели Что это такое? Это когда на вашей матрице появляются красные, синие, какие-то цветные точки Это горячие пиксели, то есть пиксели, которые получают слишком много информации Обычно они остывают и потом с ним все окей Но если вы снимаете на очень длинной выдержке или на больших значениях ISO Они потом появляются, если вы снимаете видео, может быть у вас какие-то будут разноцветные точки Короче, неприятно А белые точки это битые пиксели, то есть которые вообще никакой информации не получают И это тоже может вас раздражать В принципе, во многих уже камерах есть инструмент, который позволяет делать так называемый пиксель мэппинг Это когда информация с этого пикселя замещается соседними пикселями Но если ваша камера этого не может, то также можно прийти в сервисный центр Где с вашей камерой проведут необходимые работы, ее даже не будут вскрывать Просто возьмут и на профессиональном оборудовании сделают все, чтобы было хорошо И второй момент это замена затвора Понятно, что когда он сломался, вы идете его менять Это естественно Но допустим, вас пригласили в Исландию Если можно будет выехать в ближайшее время А ваш пробег к затвору уже там насчитывает, ну не знаю, 400 тысяч А у вас очень важная съемка Если что-то сломается у вас в Исландии, понятное дело, там вы ничего не почините Это грустно И тут вы просто сами, не дожидаясь, пока ваш затвор сломается Вы можете взять его и сами поменять Кстати, сами в смысле принести камеру в сервисный центр и поменять Процедура эта стоит уже более заметных денег Но тем не менее, многие профессиональные фотографы просто берут камеру, доводят ее до какого-то состояния, не ждут, пока она сломается и просто меняют затвор Это абсолютно нормальная ситуация, если вы много снимаете, для вас это актуально Ну и если у вас есть, конечно, механический затвор На некоторых камерах их, например, уже нет Итак, мы с вами разобрали несколько случаев, когда сервисный центр может быть вам необходим Какой сервисный центр мы рекомендуем? Конечно же, сервисный центр FotoOne на большой монетной FotoOne сервисный центр, который работает уже около 12 лет Средний стаж специалистов, которые работают 8 лет Сервисный центр является авторизованным для брендов Canon, Nikon, Sony, Olympus, Tamron и Fujifilm То есть это достаточно большой спектр услуг сервисный центр оказывает Более того, сервисный центр поддерживает профессиональные программы Canon, Canon Professional Service И профессиональную программу Nikon, Nikon Professional Service Кстати, если у вас есть камеры и несколько объективов Или несколько камер и несколько объективов Обязательно посетите страницу Canon Professional Service или Nikon Professional Service Ну, в зависимости от того, что у вас Вдруг вы не знаете, а вы уже член этой прекрасной акции По этой прекрасной программе, кстати, можно бесплатно раз в год производить чистку камеры Что тоже, в общем-то, достаточно полезно Так что мы настоятельно рекомендуем вам посетить сервисный центр FotoOne Для того, чтобы хотя бы произвести диагностику вашей камеры И узнать, что с ней все хорошо Подружиться со специалистами, осмотреться у нас там красиво Может быть, подобрать себе что-то новенькое Потому что у нас есть программа Trade-In И взять себе какого-то нового железного коня Canon, Nikon, ну, что решите А все необходимые информации, естественно, будет в описании Хотя бы позвоните нам, скажите привет Мы посмотрели выпуск Специалисты сервисного центра нас будут ненавидеть Но это того стоит Еще раз, вся необходимая информация будет в описании Там же есть комментарии Задавайте ваши вопросы Вы можете даже задать какой-нибудь сложный вопрос Мы перешлем его специалисту сервисного центра И он даст ответ И это будет здорово Даже звонить не придется А с вами был Илья Надеюсь, с вашими камерами всегда будет все хорошо Но если что, вы знаете, куда обратиться Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok